Опа! А меня плохо будет видно и слышно. Вот почему не показываю ничего. Потому что плохо видно, плохо слышно. Тут вытяжка работала, у меня кошечком варилась вонючая рыбка. Дышать надо. Говорите, что вы целый день делаете? Ну, целый день за собой камеру уж не потаскаешь, правильно? Что делала? Вон помыла полностью пластик. Этот самый, господи, ну, понятно, вот эту штучку, да, с этой стороны. Теперь стекла дотираю. Стекла тоже сначала мойкой помыла, ну, обычной для посуды. А теперь протираю вон еще этим средством для стекол специальным. Девчонки, я же говорю, что уборку не так уж и просто показывать. Одно дело просто походить, веничком помахать. Ну, знаете как, если там, в принципе, только веником надо. А другое дело, когда вот начинаешь генералить. И опять же таки, веником. Ну, я не вижу в этом какого-то там особенного смысла. Может, я еще до этого, как говорится, не доросла. Знаете, как говорится? То есть, ой, наверное, сейчас это помою, и вам тогда будет легнее, да? Бывает же, что люди снимают и комфортно себя в этом плане чувствуют. То есть, ну, я некомфортно себя чувствую, когда я заметаю, например, да? Потому что я наняюсь. Там где-то не это самое, где-то не заметила, блин, нагнулась сильнее. Где-то что-то видно. Штаны одевай. Опять же, это неудобство. Влог это что у нас? Это, чтобы мне было удобно и вам интересно, да? Сейчас я включу свет, может быть, немножко виднее будет, потому что без света... Блин. Между, вы видите, как оно все. Ну, у меня не все так уж и гладко и просто. О! Вот так будет виднее немножко, да? Наверное, сюда вот так вас подвину. Не все удобно, не все комфортно, не все просто, поэтому так. Какие-то вещи и показывать нету смысла, потому что, в принципе, половину... Потом его просмотри все это. Потому что, опять же, где-то нагнулся, где-то что-то это, где-то что-то видно. Одевать какие-то штаны там или еще что, или еще что, мне в них тоже некомфортно. Ну, типа, ради видео можно было бы, конечно, типа того-сего, да? Ну, опять же, ради видео делать, это уже не обычный домашний, как обычно, влог. Правильно? Правильно. Поэтому хочется и себя нормально чувствовать. Если я буду только заниматься писанием видео, я ж нифига в этой жизни не успею, понимаете? Вот. Поэтому какие-то вещи я не снимаю, и многие вещи я не снимаю, будем говорить так, потому что это неудобно, по крайней мере, мне неудобно. Вот. А частный дом, это что, частный дом? Если бы у меня все вот так вот элитненько было, да, как там мне пишут, ой, сделайте там в коридорке, ну, там, где у нас собаки хавают, сделайте, повесьте шторки, поставьте столик, стульчики, цветочек на столик. Ну, вы что смеетесь? У меня, мы эту коридорку специально делали для того, чтобы там кормить собак, потому что собаки у нас ездят вот так. Едят вот так, потому что они боксеры, а боксеры у них, вот эта морда, из которой все выпадает, это раз. Во-вторых, мы эту коридорку делали для того, чтобы там оставлять грязные, рабочие вещи. Вот приходим мы, например, аж вечером поздно с огорода, да? Мы какие приходим? Грязные, чумазые, в пылюке, вот, плюс к тому же варежки грязные, руки грязные, с нас болото обваливается, особенно если это посадка или там вырывали бурьян. Вот. И, естественно, в дом с такими вещами, мы раньше залазили в дом, тут раздевались, потому что на улице же не будешь раздеваться, правильно? У нас эта пыль, грязь все время в дом таскалась. Мы решили сделать эту пристроечку, чтобы, ну и, допустим, когда дождь, например, да? На улице дождь, приходится вот эти болотистые эти сапожки, которые, допустим, Коля управляется, ну так же и я управляюсь, да? Заносить в дом, на улице же не оставишь, они замокнут. Сейчас, две секунды. Даза, нема файники? Ой, блин. Ё-моё, ну, что делать-то? А в какой ты файник заехал? Что случилось? Ну, может, в этом файнике нету, на этом, на палашовке была в файнике всегда. Ну, то за... Ну, нужна вообще-то, да? Ну, да, по пучочку. Вот так вот, и за что я говорила? Вот, видите, сбил мой Николай, и я забыла, за что я говорила. А, ну вот, например, да? Мы, этот самый, на улице, например, дождь, да? Вот, дождь на улице, куда рабочие вещи? Ой, рабочие, например, ботинки эти девать. Вот пришел в болоте, вот эти вот сапожки. Ты же их не попрешь в старый дом, потом со старого дома подожжусь, в чем идти? Вопрос, вопрос. Мы эту прихожую специально для этого и сделали, чтобы Коля мог управиться, например. Прийти в этих лаптях, вот, допустим, снять их в коридорке и зайти уже в дом, переозудиться, допустим, в тапки, понимаете? Вот, на улице под дождем не оставишь, на утро они же будут мокрые. Ну, и, короче, многие такие вещи. Я говорю, кто с этим просто не сталкивался, может быть, не совсем понимает? Я же говорю, когда уже там дорожки везде, никакого тебе хозяйства, когда красота и порядок, там, вернее, в том плане, что есть места, где навесы, где там, например, заниматься какой-то там строительными работами, ну, или там что-то мастерить, да? Да, все так оно, типа, там сделано, так все круто-круто. Ну, тогда, может быть, и да, понимаете? Там особое, когда возле огорода стоит там душ, например, или еще чего. Ну, такое вот. Тогда, может быть, и да. Со временем планируется, что это будет все комфортно и удобно. То, чтобы после душа прямо в летний, вернее, после огорода прямо в летний душ там сделаем. Ты посмотри на эту муку. Мыла сетку, ну, уличную вытаскивала. И подвалитали, заразы, куча мух. Вот, сейчас пока мистак и по-другому никак. Сейчас, вон, буду мыть плитку. Ты посмотри. Вот же ж гадюка такая. Ненавижу этих мух, ненавижу. Я еще даже не обедала. На улице уже темно, я еще, блин, даже не обедала. Поэтому я сейчас буду обедать. А, еще что, стирку опять же-таки. Вроде бы стирает машинка, да? Но, с другой стороны, понятное дело, что нужно закинуть, нужно отсортировать, нужно еще что-то поделать. Плита у меня грязнючая, капец. Я сегодня поразливала на нее куча всего. Варила, блин, бульон собачий, сбежал. Варила кошачий бульон, сбежал. Это пипец какой-то. У меня сегодня прямо день интересный. Так, супчик у меня, в принципе, тот же самый, что и вчера. Особо нечего показывать. Николай уже едет домой, а я вон только обедать сожжусь. Вот вам и пожалуйста. Все, ну супка вот такая вот. Оп, видно вам, не видно. Особую камеру уже брать туда не буду. Плюс я же говорю. Плюс еще в мою задачу дневную ходят. Видео склепай, видео найди, во-первых. Где оно, в каких папках. Видео склепай, потому что Коля в последнее время занимается только склепкой этого. Кулинарных видео. И плюс я же еще дома консервирую. Уже говорила, что я не показываю то, что я консервирую. Потому что, когда много кухни, люди пишут, что у вас сильно много кухни. Понятное дело, что кому-то нравится. Кто-то сидел на кухне и смотрел, и смотрел. Кому-то не нравится, потому что это уже надоедает. Мне вот, например, кухня, если часто-часто надоедает. Понятно, что я нашу кухню пытаюсь разнообразить разговором каким-то. Ну, кому-то это не нравится, и кто-то это не смотрит. Одно время смотрели, потом я смотрю уже по просмотрам. Все меньше и меньше. Значит, видно, что людей достала кухня. Поэтому это пытаюсь и не снимать. Хочется, чтобы плуги были интересные. Поэтому какие-то моменты, может быть, что еще раньше не снимала, показываю. О чем-то говорю, о том, что раньше не говорила. Вот как-то так. Все, погнала, я кушаю, потом приду, буду доубироваться. Мне нужно еще вот эту зону помыть. И потом нужно готовить что-то на ужин. И еще у меня в планах, я не знаю, если Коля сегодня зелень сейчас найдет, то, может быть, в планах заснять видео с капустняком. Потому что мне уже пишут, что же вы нам бы обещали капустняк? Типа, законсервировать и никак. И никак. Вот и никак, видите. Потому что я уже говорю, что и то, и все, и это. Я закрывала те рецепты, которые я никогда закрывала еще. Те, что я каждый год закрываю. Ну, не было времени. А что делать? Так, все, пошла покушаю, потом чем-нибудь продолжим. Так, ребята, уже приехал Николай. Плитку замочили. Там замочили. Чай сделала. У Николая черный с сахаром. У меня ромашковый с лимоном. А, у него тоже с лимоном. Я за что хотела сказать? За сковороду. Помните, я же говорила, что купила сковороду? Вот. Фирмы, фирмы, фирмы. А какой фирмы? Сейчас. О, подождите. Где мои другие? Вот, фирма. Короче, я думала, что они очень похожи. Вот эта биоловская. Уже давно ей пользуюсь. Единственная проблема, что, конечно, вот это вот красивое дно. Драем, драем. И все равно получается, видите, со временем. Ну, она у нас ходовая, эта сковородка. У нас Даша тут только так на ней все жарила это. Биол. И тут написано Биол. А это какая-то... Вон. Что за фирма, не знаю. И я думала, что они одинаковые. А фига. Это легче. Биол тяжелее. Это намного легче. Но я пробовала. Вчера жарила. Даже вот эта маленькая биоловская легче. Вернее, тяжелее, чем вот такая вот побольше. Но вчера... Вот фирма, видите. Как там написано, блин. Вот. Вчера пробовала на ней делать, тушить овощи. Ну, вроде нормально. Ничего не пригорает. Масло совершенно чуть-чуть налила. Вот эти сковородки типа заявлены так, что их можно жарить без масла. На биоловской точно можно жарить без масла. Потому что я же говорю, вот что Даша ее немножко и подубила, потому что без масла жарит. Вот. И еще одна проблема. Их насухо надо вытирать. Потому что если насухо не вытираешь, капельки вот эти воды, они остаются и потом засыхают, и получается ерунда. Я же думала, что я такие же, ну, точно такие же фирмы покупала. Нет, это был Биол, а это какая-то другая фирма. И они полегче. То есть металл тоньше. Металл, дно, я не знаю, как оно тоньше. Но тоже вроде бы неплохие. Поэтому так. Но это те, что по скидке сейчас в АТБ продаются. Все. Рассказала про сковородки. Сейчас мы пойдем с Николашкой... О, Биол, видите. Сейчас с Николашкой пойдем чай попьем. Домываю газовую плитку и будем что-то... Дальше что-то будет. Е-мое. А, еще купил он зелень, заехал в Пайник. По 12 гривен, по-моему. Что-то 100 грамм, наверное. По 100 грамм пучок. Ну, короче, дороже, чем в АТБ. В АТБ по 10 гривен пучочек. Здесь по 12 получается. Вот. И что? И привез мне назад половину. Не доел, видите? Бермышель. Едок. Говорит, там плиту все-все поубирали. Даже не было где чай сделать. Поэтому, ну, я же знаю, что он там раньше чай делал. Поэтому, как бы, с собой ничего пятного такого не положила. Вот. Оно, чай не было, на чем взять все. Все. Плицы все поубирали. Поэтому так. В следующий раз ему нужно будет с собой чай. Что, я высыпаю туда? На целый день с тобой пробыла, да? Свинкам? Коль. Что, что, что? Вермишель. Да. Да. Все, свинкам. Хорошо, что есть свинки. Так что так. Вот такие пироги. Пошли мы пить чай. Ну что, ребята, вечер на дворе. А мне нужно что? А мне нужно собакам оставить куше. Смотрит. О, чтоб на завтра, на утро было. Вот так вот. Вот так вот и целый день. То постирать, то убирать, то что, то это. И все равно все не успеваешь. Не знаю. То ли я все медленно делаю. То ли как-то у меня все не слава богу. Не знаю. Я сегодня он убирала, убирала по верхам. Ой, вы меня видите вообще. Зато по низам не строила такой бардак. Спасибо. Так, что им горлышки варить сегодня? Да. Сейчас собакам горлышек сварю. Но то по низам она устроила такой беспорядок. Все сверху посметала. Так до низа и не добралась. Чтоб все повыметать. И по это самое. Тут порасыпала вон чай. Ну, я его немножко смела. Короче, вот такие вот у нас пироги. Засыпаю. А, я вам не показала. Ну, горлышки замороженные были. Шейки, шейки. Да, шейки называете? Шеи курячек. Шеи курячек. Куриные шеи. До холодильника тоже добраться надо там, поубираться полностью. В общем, занимаюсь вот такими делами целый день. Целый день, круть вверх. И не знаю, то ли у меня из-за АСД голова болит, то ли, блин, погода. Я не могу понять. Но я, в принципе, сегодня проснулась. Да, такая не очень здоровенькая, можно сказать. Я даже утром сегодня чай пила специально от простуды. То есть, такое состояние, как вроде, знаете, болеешь, но не болеешь. Температуры нету. Ничего такого нету. Вот встаешь, уже с головной болью немножко, немножечко вот такой какой-то растерянный, раздолбанный, непонятно. И все время сон клонит. Все время сон клонит. Хотя, при том, что у нас сегодня была нормальная погода. Вот, что я делаю? Я кабачок собакам режу. Режу кабачок сейчас закину. Потом мне нужно будет морковку им натереть. Что-нибудь, что еще у меня тут есть такое? Что я туда закину? Капусты, перца, не знаю. Сейчас гляну. Один кабачок достаточно. Сразу закидываю. Вот, блин, уже не успела кинуть на плитку. Так, морковка. Морковка, морковка, морковка. Не знаю, это у меня одно и такое. Как только начинается осень, у меня какая-то паника начинается. Причем такая, знаете. Добрый вечер. Вяло протекающая паника у меня. Ты как-то ходишь, и такой пух в голове. Вот именно пух, знаете. Что? Слушай, про морковку, может, помочь. А, хочешь помочь. Ты не натрудился сегодня? Да нет, ну там у нас счастья нет. Где это готовили? Ну, хочешь, возьми, потримай морковку. Да, я сейчас пару помидоров принесу. Собаке лям. А то собаке скажут, вообще ничего не делает папка для собак. А, папка, папка для собак. Вот, на той стороне, по-моему, я еще не убрала. Короче, капец. Короче, капец вообще. Ужин ничего не готовлю вообще. И правильно ли надо? Потому что Коля наелся. Наелся. Вот, он не хочет ничего ужина. Взял орешков сами, да? Орешков взял, будет дорешки. А в заколаде. А я перекусила, и на вечер съем просто творога. Можно просто творога съесть без ничего. С сметаной? Нет, просто без ничего. Можно съесть. И поэтому я просто съем творога, 100 грамм. И на этом мой ужин закончится. Не хочу ничего. Я реально не успеваю проголодаться. Ну, как? Потому что поначалу... Как вам объяснить? Пока весь наш организм восстановится, я поначалу не успеваю проголодаться. Короче, вот так вот. Да, пять раз проголодится серьезно. Притом, что я маленькими порциями ем, я не успеваю проголодаться. Вы не знаете, когда хочется кушать? Вчера легла. А, еще что у меня такое состояние? Вчера легла. И крутилась очень долго. Мне не помогло ничего. И то включила себе, и это включила, и уже одну программу, и вторую, и пятую, и десятую. Ничего. Я крутилась так долго. И вот тогда мне захотелось кушать. А еще вот это, вы знаете, начинается. Сейчас бы что-нибудь такое вкусное съесть. Такое там еще. И, блин, и все. И сон прошел, и хоть долго я крутилась. Я не знаю, во сколько я лягла. Коля дрыг себе спрятышком. Красота, блин. А я крутилась. Вот, может быть, из-за этого такой, и, знаете, целый день непонятно. В обед легла. Поспать. Заснула хорошо. Вот в обед у меня днем получается классно заснуть. Вечером хоть и треснет. Начинается ерунда вот эта вот непонятная. Короче, капец. Ой. Перемена погоды, перемена клигуайка этого режима. Потому что темнеет сейчас уже раньше в 6 часов. А если раньше в 6 часов солнце светило, сейчас уже темно становится. И все, капец. Ты ходишь, что как ненормальный, блин. Не понимаешь, что тебе нужно. Так. И что мне сейчас нужно? Что мне нужно? Вот видите. Говорила, говорила и забыла, что мне нужно. А, перчик. Сейчас собакам еще один сладкий перчик возьму. Мне написали, что тоже варятся гульон с этими. Со всеми делами. Там и морковку, и лучок. Я читала. Или это мне доктор сказал. Я не помню. Что лук собакам нельзя. Вот. Ни вареный, ни жареный. Никакой типа. Не знаю почему. Честно, не буду ничего говорить. Сейчас, две секунды. Я тут внизу выбью косточки. Вот. Сказали, что нельзя. После этого я лук никогда не добавляю. Не знаю. В интернете надо глянуть еще раз, чтобы убедиться. Но, насколько я помню, что я была очень удивлена, что лук нельзя. Потому что, ну, знаете, вот многие же там берут, там, остатки супа собакам отдают. А там же все равно с луком, с жаркой, с тем все. А прочитала, что нельзя лук. И картошку собакам вареную нельзя. Сырую им даже хорошо. Для желудка, для всего. А вареную типа нельзя. Поэтому, поэтому, лук я им никогда не добавляю. И картошку тоже не добавляю. Только вот сырую, когда на суп чищу там или на что, то они могут подойти попросить, я им даю. Так, все. Перчик. И что, помидорку взять? Где-то у меня, где-то у меня есть помидорка здесь. Или не здесь. Так, секунду. Вот она я, вот она я. Сейчас сполосну. Вот так вот мы и делаем каждый день, понимаете. То собакам, то котам. То котам, то собакам. Вот котам сварила. Кстати, ты все кошачье дал, Чине? Коль? Нет. Нет? На утро есть? Ну, вот слава богу, скотам на утро есть. Скотам! Скотам! Ну, смотрюшка, это... Сегодня просыпаюсь утром. Смотрю, а этот, на коридоре, там, где мы сидим, вот на этой штучке, на уроке, как такая, след вроде бы, как от крови. Думаю, что такое маленький след? И как след лапы вроде бы. Ну, вот, потом заловила матрешку, смотрю, она на задней ноге, на задней лапе, вырвала нохоть. Вы представляете? Ходит, вылизывает его, зализует. На цель что-то лежала-лежала целый день дома. На вечер понесло еще, слышу уже, мя-а-а, орет, дерется с кем-то там. Не знаю. Коля пытался их там разогнать. Это же бесполезно. А? Не получилось. Да не получилось, потому что бесполезно котов разгонять, если они начинают тут драться, то все. Зато ешка, бойцовский кот, за меня запрятался и такой раз и выглядывает. Опять-то мя-а-а, он такой раз признулся и бегом в дом. Ох, охранник, блин, е-мое. Матреха в два раза меньше пошла отстаивать территорию. А он бегом заховался. В доме он уже убежал? В доме он вылизывается. А, лежит он, все, вылизывается. Он говорит, не-не-не, я в этих всех вот этих делах не участвую. Вот зараза. Мужик называется, да? Ой, короче, вот такие вот делишки у нас. Все, засыпаю я помидоры сюда. Это все варево. И пускай это все варево варится. Вот. Так как сегодня ужин, ничего не буду готовить. Сейчас мне нужно пойти тренировку сделать. Я-то целый день не сделала тренировку. Еще не сделала. Ее надо еще снять на телефон. Вот. Я не знаю, не надо, чтобы Коля научил меня нормально снимать на телефон. Ну, чтобы поставить, ну, вот представьте, да? Это же не так, что камеру поставил, на что тебе весь снимаешь все подряд. А это по 15 секунд надо. Там же на стопках там можно нажимать, да? Нет. Ну, да нет. Да надо куда-то, это самое. Программу? Ну, короче, все проблемы у меня со съемкой. А надо эти отчеты, видеоотчеты, отсылать, что я здесь на это что-то делаю. Не могу я влиться в эту, в эту пока месть, как она называется, систему всю. Тяжеловасто. Вчера я же говорю, так хорошо, пресс. Вчера была тренировка на пресс, короче. На вот это все так, сегодня я чувствую. Днем, не днем. Утром ничего не чувствовала, и днем ничего не чувствовала. А вот на вечер чувствую, такая нагинаюсь, чувствую, знаете, что так, ага, вот тут побаливает, уже вот как-то есть. Ну, что? Слушайте все. Однажды один очень мудрый человек оставил свое мнение при себе. Коля, это ты в инстаграме шли? Ой, да. Ну, Коля, блин, сидит, зависает в инстаграме. Так, ну что, на этом мы что, будем с вами заканчивать. Видео коротенькое, наверное, получилось. Что у нас получилось там? С утра немножко. Что-то я уже, я уже не помню даже, что я там снимала. Так, Коля уезжал немножко. Как я тут что-то на кухне попыталась. Все, кошки красивые. С той стороны надо их помыть. Срочно, с той стороны. Надо найти вот эту шваберку специальную, и с той стороны уже помыть. Уже мошкара, в принципе, не так летает. Не, ну, есть вот эти маленькие зеленые мошечки, но уже не так. Не в таком количестве. У нас вообще этих зеленые мошкары миллион. На свет слетается, особенно вот это лето, все, у нас прям за окном там капец. Без сеток вообще, ну, на окнах невозможно жить. Потому что, представьте, это вся мошкара, если бы в окнах... Так, тут вообще черти что творилось. Вот, на свет очень слетается. Ну, вот сейчас уже, в принципе, муха летает. Мошкары нету такой. Там чуть-чуть, чуть-чуть, смотрю, день-день, он там по окнам лазит. Но уже можно. Уже можно его помыть, пообметать вот это все. Блин, ну ты посмотри на эту муху, зараза. Сегодня целый день с этой ляпалкой бегаю, блин. А оно сейчас на улице прохладно и становится, и они все в дом. Через любые щели, где-то через куда-нибудь, но они все слетаются в дом. Это кошмар. Из этой ляпалкой целое лето, да, практически мух не было в доме. Ну, там генидия пролетала. Просто последние месяцы охренне было. Да, да. А сейчас, как начали, я же говорю, холода уже, ну, вечером начинается холодно на улице. И они все в дом слетаются, заразы, раздражают меня. Вот. Пожалуйста. Так что, такие дела. В общем, как-то так мы и живем. Не могу я понять, что со мной пока происходит. То ли это же говорю, то ли немножко то, что режим меняется. Нет, она меня достала. Где ляпалка? Размолочу. Оп. Извиняюсь, что было громко. Так, и еще одна где-то тут. У нас самоделная ляпалка. Блин, там все ляпалки поломались. Ляпалки хорошие, но у них моментально ломается ручка пластмассовая. Только я, блин, кусок этого прикрутил, присобачил. Что мы присобачили? Оп. Что вы сделали здесь? А, ну, что вы сделали здесь сейчас? Скотчем примотали. Он сделал нормальную сюда кусок ручки. А потом она тоже это нормально сломалась. А мы потом взяли, скотчем примотали. Ну, что делать? Надо, чтобы ляпалка в доме. Все. Вроде я с ними разобралась. Вот такой, короче, у нас вечер. Вот такой вот у нас день. Нечемный, можно так сказать. Вот. Поэтому, поэтому как-то так. Может, завтра будет день, завтра будет веселее. Завтра будет что-то интереснее. Так что так. Все. Все, Коля. Ты хоть бы пока сказал, что что. А то тебе ни привет, ни пока. Я не знаю, что. Здрасте. Я что сказал? Здрасте. А теперь всем пока. А теперь всем пока. Спасибо, что были с нами. Или с Ольгой. И Николаевной. Не было. И особо я ничего не снимала днем. Жаль, я вообще за камеру... Ну, короткий влох, но и тоже хорошо. Так вообще ничего не снимала. За камеру забыла. Я же говорю, то пошла то вещи. Кстати, рабочие вещи. Господи, пока их пособирала. Потом пока их постирала. Все перчатки, все носки, все кофты поперестировала. Надо, Коля, чтобы ты завтра с утра нашел, где наши куртки. Я знаю, где они. А, ну, чтобы ты принес, я их за день перестираю, чтобы повесить пока не солнечные дни. По это самое. Просто шелезь. Готовиться к осени надо. Все, к зиме, к осени. Так что так. Все, ребята. Всем пока-пока. Уж пробочает, как что. Сегодня никакой не такой невеселый, не заряжающий влох. Ну, как есть, так и есть. У нас в жизни тоже были дни веселья и дни упадка. Так что так. Все. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok